Мальчик Рома – любитель экстремальных видов спорта. Практически каждый день после школы он спешит в скейт-парк, так же, как еще десятки мальчишек. Местные жители давно привыкли к тому, что увлеченные ребята проводят на спортивном объекте большую часть свободного времени. Тем более, что сезон у них весьма короткий. Однако последние несколько месяцев приходить сюда откровенно неприятно. Мы катаемся, и вот бабушка, она скидывает отходы, и нам невозможно кататься, делать трюки. Бабушка это или другой человек пока непонятно. Есть только предположение. Поймать недоброжелателя за руку до сих пор не удалось. Вероятнее всего, рассказывают сотрудники муниципального предприятия парки Ангарска, нечистоты выливают рано утром, когда большинство горожан еще спят. И делает это тот, кому докучают звуки ударов самокатов и скейтов от рюковой конструкции. Люди испортили конструкцию в плане, облили ее нечистотами. Я бы хотел обратиться к людям с тем, что нужно беречь труд дворников, потому что убирают это тоже простые люди. И бороться с шумом нужно какими-то более цивилизованными методами. Факты вандализма и воровства в Ангарске происходят часто. Разбитые ограждения на городской набережной разрушены, мозаика парк. А на прошлой неделе злоумышленники раскрасили танки и пушки, установленные возле музея Победы, как немые свидетели войны. Зачастую подобные происшествия остаются безнаказанными. А восстановление и ремонт ложится на окружную администрацию. По факту хулиганства в скейт-парке в 12 микрорайоне написано заявление в органы полиции. Служба безопасности города теперь будет круглосуточно патрулировать спортивную площадку. Ольга Балашова, Владимир Селиванов, Местное время.